В первую очередь объектом внимания в нашем городе стал плавательный бассейн. На данный момент, похоже, его строительство вышло на финишную прямую. Уже к концу недели рабочие должны полностью закрыть чашу плиткой. Работа сейчас выполнена на 80%. Остались работы внутренняя прокладка сетей, прокладка канализации, трубопровода. При прошлой проверке говорилось об окончании работ к концу сентября. А в начале октября прогнозировалось начало работы спортивного объекта. Но, как оказалось, сроки вновь сдвигаются. Хотелось бы верить, что теперь-то уж в последний раз. Ждем поставку оборудования по водоподготовке. Надеюсь, что к концу октября мы уже будем готовы принять первых посетителей. А вот председатель комитета по физической культуре и спорту Мурманской области с прогнозами не торопится. Вдруг опять что-нибудь сорвется, зазержится очередная поставка материала и сроки сдачи снова передвидутся. Однако Светлана Наумова отметила, что прогресс строительства все же очевиден. Мы в июне месяце были здесь, на этом объекте. И вижу, что есть видимые шаги по строительству спортивного объекта. Наша задача, конечно, в этом году его завершить, потому что завершается федеральная программа, за счет которого софинансировалось строительство этого объекта. Поэтому, конечно, априори мы должны закончить. Но понимаем, что уже подрядчик новый, он опаздывает в сроках ввода в строй. Но надеемся, что все-таки в этом году строительство завершится. Федеральная программа, конечно, продолжит свое существование. Но принцип ее действия будет несколько другим. С расчетом на строительство малобюджетных объектов до 100 миллионов рублей. И на развитие региональных спортивных центров по базовым видам спорта. Также председатель комитета рассказала о том, что проблемы Кандалакши схожи с проблемами развития спорта в целом по области и по всей стране. Проблемы нашей сферы везде одинаковые по региону. Это, конечно, старая спортивная инфраструктура, которая требует модернизации уже нового подхода. Но это большие, конечно, финансовые средства и региона, и отдельно взятого муниципалитета. Поэтому мы совместно выстраиваем уже приоритетность при реконструкции или при строительстве новых объектов. Комитет регулярно проводит мониторинг и старается изыскивать средства на поддержание инициативы муниципалитетов в развитии спорта. Хотя, к примеру, проблемы спортивных школ, недостаток инвентаря существует давно. Но их решения требуют пошаговых действий. На данный момент в Минспорт уже подано инициативное предложение о выделении целевых субсидий на развитие спортивных школ и закупку необходимого оборудования. Сейчас адресная помощь таким учреждениям выделяется каждый год. Но пока она касается только спорта высших достижений. Также в планах будущего года уделить особое внимание строительству площадок ГТО в отдаленных поселках области. Продолжение следует...